Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В горках ленинских состоялось чествование олимпийских чемпионов. Проверка нестационарных торговых объектов в Купеленке. Неоднократно уже и штрафовали, и приходили комиссионной проверкой. Александр Нечаев – инженер-строитель и художник-пейзажист в одном лице. Потрясающий вид. Вот это поле, вот эта речка, а самое главное – вот это небо на 180 градусов. В горках ленинских состоялось чествование наших земляков. Двукратного олимпийского чемпиона и рекордсмена Евгения Рылова, серебряного призера Ивана Гирева и их тренера Андрея Шишина. Недавно все они вернулись с игр в Токио, где показали высокие результаты. В родном округе для наших спортсменов и прозвучал долгожданный гимн. Всего на час музей-заповедник горки Ленинский превратился в настоящую спортивную арену. Над электронной дорожкой бассейна взмыли российские флаги. Общий антураж событию придавал и особый ведущий – человек, комментировавший олимпийские соревнования по плаванию в 1996 году – Олег Жолобов. Такую церемонию невозможно было увидеть на играх в Токио, ведь наши ребята выступали под флагом Олимпийского комитета. Пусть нам запретили выступать с флагом, но все-таки частичка флага была, то есть вот эту символику разрешили использовать, а это для нас уже было уже хоть что-то. И, наверное, дискомфорта никто не испытывал. Конечно, не хватало гимна на наши олимпийские медали, чемпионские, но все в порядке. И вот наши победители на пьедестале. Им аплодируют трибуны. Все как на настоящей церемонии награждения. И, наконец, в честь чемпионов звучит гимн. Его они так ждали на Олимпиаде. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом, родная земля. Очень приятное такое событие. Это непосредственно участвование в самом районе, где я начал, так сказать, профессиональный свой пульт карьеры. То есть начало было Горианово-Троицкое. Здесь я уже стартовал более как профессиональная личность, которая стала уже развиваться непосредственно здесь и достиг всех высот, которые сейчас имею. Спортсменов и их наставника тренер Андрей Шишина поздравили депутаты Московской областной и Государственный дум, глава Ленинского городского округа, директор родного для пловцов центра «Дельфины», даже спортивный комментатор, наблюдавший вживую победы наших ребят. Я хочу ее зрение и вам сказать огромное спасибо, потому что вы будете во мне совершенно являться мальчишеские эмоции. Огромное спасибо за то, что вы сделали. Впереди у вас, уверен, еще много побед. И мы будем за вас болеть, переживать. И удачи вам и не только в спортивной карьере, но и в жизни. Их победами гордится не только родной округ, но и вся страна. Сегодня Рылов и Гирев – настоящие кумиры для юных пловцов. Воспитать из малышей новых чемпионов поможет и бассейн с дорожками в 50 метров, которые планируется построить в муниципалитете. Мне кажется, есть прямой смысл построить этот 50-метровый бассейн, дать возможность мальчишкам и девчанкам в школе с Женей Рыловым стремиться к тем победам, которые на первый взгляд казались бы невыполнимы. Сегодня все внимание приковано к нашим ребятам. А для участников этого праздника на память останется фото с чемпионами. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Район конечной остановки общественного транспорта на улице Ермолинская возле круга в народе называют «маленьким Шанхаем». Водители облюбовали это место. Здесь активно возводятся нестационарные торговые объекты, которые не соответствуют многим показателям. Сотрудники территориального отдела 6-й микрорайон подключили к решению проблемы профильное управление и отделы администрации округа. И инициировали проверку данного участка. О результатах рейда расскажет Юлия Погасьян. Эти строения мало похожи на нестационарные торговые объекты. Кажется, их слепили из того, что было. Однако, по рассказам местных заседатов, здесь в скором времени должны появиться магазины. А вот законность установки НТО под вопросом. Выяснить, кто собственник земли и на каких основаниях идет стройка, административная комиссия отправилась в рейд. В ходе рейда выяснилось, участок, где сейчас идет установка НТО, принадлежит застройщику жилого комплекса «Брусника». Под землей проходит тепловая трасса. Она обеспечивает микрорайон, в котором проживает порядка 20 тысяч жителей. По действующему законодательству строительство любых объектов на тепловой сети без усиления запрещено. То есть у тепловой сети есть охранная зона от оси 2 метра в каждую сторону. Соответственно, нарушение этих правил влечет ответственность, прежде всего для нас, как для цепоснабжающей организации и риск возникновения аварийных ситуаций. Потому что надо учитывать, что здесь лежит 300 труба, температура теплоносителя 130 градусов. То есть если возникнет под тяжестью конструкции, будет задета теплотрасса, то вы прекрасно понимаете, что ситуация очень острая, очень критичная. Этот пятачок на улице Ермолинская возле конечной остановки общественного транспорта поделен между двумя собственниками. Еще один, некий Мамедов, уже вовсю ведет торговую деятельность, не соответствующую многим требованиям. Антисанитария, нарушение противопожарной безопасности. Неоднократно уже и штрафовали, и приходили комиссионной проверкой. И до сих пор мы не можем добиться какого-то порядка, прежде всего, от собственников земельного участка, которые не принимают участие ни в жизни района, ни на своей же собственной территории. Но мы все видим, какой ужас творится. Административная комиссия, отделы архитектуры и строительства, торговли, земельное и территориальное управление, Госадомтехнадзор. Столько профильных служб и людей пытаются бороться с двумя несознательными собственниками земельных участков, которые за последние годы превратили место в помойку. Цель нашего мероприятия сегодняшнего – зафиксировать этот факт и впоследствии передать юристам администрации для последующей работы, для принятия либо каких-то обеспечительных мер по запрету, по дальнейшему запрету производства здесь монтажных работ, либо вплоть до изъятия данного земельного участка. Представители администрации Ленинского городского округа уверены, в рамках правового поля вполне реально, наконец, навести здесь порядок. Да, будет непросто, понадобится время, но муниципалитет намерен довести дело до логического конца. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Президент России Владимир Путин объявил о начале перечисления единовременного пособия на школьников со 2 августа. Социальная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, воспитывающим детей в возрасте от 6 до 18 лет. На каждого ребенка школьного возраста правительство выделило по 10 тысяч рублей. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы спросить у мам и пап, пришли ли им деньги и что они смогут на них купить. Получила деньги 10 тысяч 2 августа, потратили на школьные принадлежности уже, правда, ну вот хватило только на школьные принадлежности и спортформу и все. В принципе, ну, все хорошо, к школе почти готово. Для каждого родителя помощь нужна, как бы, да, и для школьников нужна. Но, наверное, это маленькая сумма для того, чтобы подготовить ребенка к школе. Ну, не хватило. Если б 100, может быть, хватило. А 10, может быть, на канцелярию влезем. Не больше. Примерно, можете сумму сказать, чтобы собрать ребенка? Ну, как минимум, хотя бы 1050. Если, опять-таки, на дистанционное обучение они переведут. Если дистанционное обучение, опять-таки, надо покупать компьютер новый, потому что старый не очень работает и все остальное. Нет, пока еще не получали. Подали просто вчера только. Ну, как вы считаете, вот 10 тысяч, это достаточно, чтобы собрать школьника? Ну, смотря в какой ценовой категории. Для кого-то хватает, для кого-то нет. Что ты считаешь, 10 тысяч хватит тебе собраться в школу? Что тебе необходимо? Конечно. Конечно, хватит 10 тысяч. По-моему, даже много. Ну, ладно, чем больше, тем лучше. Как бы качественные канцелярские принадлежности, значит, и ученики будут учиться в приятных условиях. И хорошо учиться. Вы пришли на карту, все нормально. Как обещали, так оно и есть. 10 тысяч за школьника. Это для взрослого сына. Ну, да, достаточно. В принципе, должно хватить, я думаю. Напоминаем, что обратиться за пособием можно до 1 ноября 2021 года. Для этого необходимо подать заявление через портал Госуслуг и обратиться в отделение пенсионного фонда. В рабочие будни Александр Нечаев – инженер-строитель, а в свободное время – пейзажист. За 20 лет он написал более 400 картин, воспевающих скромную простоту деревенского быта, холодный урбанизм улиц и красоту русской природы. О художнике, на полотнах которого есть знакомые видновчанам пейзажи, наш следующий сюжет. В интернете он больше известен как художник Нигль. Александр Нечаев пояснил, что 20 лет назад, когда все только начиналось, взял себе такой псевдоним в честь имени главного героя рассказа Джона Толкина «Лист кисти Нигля». О человеке, который тоже занимается живописью, но которому все время мешают какие-то обстоятельства бытовые, житейские. Это мой психологический портрет был. То есть, что было со мной, что есть и что будет. В его творчестве литература и живопись вообще тесно взаимосвязаны. Многие свои полотна на выставках и в интернете он дополняет отрывками из художественных произведений. В картине образ Родины в моем сердце, которая принесла Александру известность, как нельзя лучше подходят слова Виктора Пелевина. И все-таки я патриот. И я очень люблю наше несправедливое общество, живущее в вечной мерзлоте. О своих художественных способностях Александр знал еще с детства. Но настоящая тяга к творчеству возникла в нем лишь ближе к 40 годам. В жизни я уже чувствовал какую-то пустоту, что-то не хватает. Ну да, есть семья, дети, квартиры, вроде все нормально. И кажется, неужели это вся жизнь моя? Стал пробовать карандашом писать, и коварели чуть-чуть. Я так постепенно очень увлекся и уже не мог остановиться. В 2002-м он написал свою первую картину маслом. Начинал с копий полотен великих художников – Левитана, Клода Мане, раннего Марка Шагала. Параллельно самостоятельно изучал теорию живописи. Затем начал воплощать на холсте собственные образы и идеи. С тех пор было написано более 400 картин. Среди них цикл «Моя купеленка», который Александр создал за пандемию, глядя в окно своей квартиры. Потрясающий вид. Вот это поле, вот эта речка, а самое главное – вот это небо на 180 градусов на юг. Практически видишь восход и закаты. И вот это небо, эти блоки. Это вообще можно сидеть просто. Это нещерпаемая тема. Пока цикл состоит из 20 полотен, но Александр уверен, купеленка еще не раз появится на холсте. Сейчас же художник работает над новой серией картин. Они практически монохромные, но от этого не менее выразительные. В планах также участие в выставках по всей России. Мечтает Александр показать свои работы и на выставочной площадке в Видном. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Международный день бокса отпраздновали в поселке совхоза имени Ленина. Под эгидой боксерской федерации Московской области здесь прошел турнир, в котором приняли участие бойцы, представляющие различные подмосковные клубы. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробнее расскажет Максим Козлов. В секции бокса Центра физической культуры и спорта поселка совхоза имени Ленина занимается порядка 80 человек. И внутриклубные соревнования тут организуются постоянно. Но эти, посвященные Международному дню бокса и проводимые при участии подмосковной боксерской федерации, все же отдельное зрелище. Такие бои мы проводили, но здесь уровень более высший, такой статусный. Красиво все было. Уровень очень, ребят видно, подготовленный. Тренеры с ними работают. Интересные бои были, достойные бои. Не обошелся турнир и без звезд мирового класса. С напутственным словом к бойцам обратился Аршак Казарян. Он имеет несколько титулов в различных бойцовских дисциплинах, а недавно стал чемпионом мира по версии мировой лиги кикбоксинга. Аршак высоко оценил и подготовку бойцов, и уровень организации турнира. Бокс – это классика. Бокс – это всегда уважается. Бокс – это на первом месте для меня тоже. И самый первый даже парень, который заходит в «Принки», это уже имеет, ему уже огромное уважение. Бокс под конь, красиво, по правилам. Самое главное – по правилам. Я доволен. Спасибо организаторам. В награждении спортсменов приняли участие представители руководства территориального отдела «Картинский», который поддержала идею проведения турнира. А депутат Совета депутатов округа и сопредседатель общественного движения «За совхоз за людей за достойное будущее» Мария Гаевская еще и преподнесла подарок местной секции бокса – несколько пар боксерских перчаток. Сегодня каждый из участников – они уже победители, раз они достойны представлять свой клуб здесь, на ринге. Ребята бились, действительно отдавались на все 100%. И хочется пожелать всем, кто занимается боксом, спортивных достижений. Более 7 тысяч человек в Московской области занимаются боксом в составе сборной России. Подмосковье представляют порядка 170 человек. Подобные соревнования – это еще и способ популяризации спорта и здорового образа жизни. У нас замечательно построена система по работе муниципальных образований Московской области. В каждом из них есть помощь, поддержка спортсменам, финансирование. Министерство спорта в лице Романа Игоревича Терешкова тоже замечательно работает, потому что всегда поддерживает во всем. И можно сказать во многом благодаря ей у нас сегодня вот такой замечательный результат. В рамках турнира спортсмены сразились в трех боях по три раунда. Победителями стали Кирилл Сливцов, Антон Тютиков и Андрей Воронцов, представляющие различные муниципалитеты Подмосковья. Закончилось мероприятие неформальным общением и фотографированием со звездами мирового спорта и сегодняшних соревнований. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова